Guess who's back, 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 back again, good, good, Ramin's back, 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 tell your friends, friends, friends. Привет, 2019-й! РАМУЗЫКА на ПРО-ВОДЕ! Выступление на Суперкубке, Грэмми, церемония Грэмми 10 февраля. Результаты церемонии слили, и мы знаем, кто победит не только в главных номинациях, а вообще во всех номинациях. И кто же? РАМУЗЫКА ведет прямую трансляцию в группе ВКонтакте в HD в день церемонии, нигде больше не увидите. Но зачем ее смотреть, если результаты уже известны? Все расскажу прямо сейчас. Поехали! Я вернулся! Ой, как я скучал, нажрал жира, еще болею, вроде даже отдохнул, забыл, если честно, как монтировать. Не терпится снова начать радовать вас видосами, потому что, не знаю, потому что мне нравится делать приятно, и я чувствую себя не так одиноко, когда пилю для вас видосики. Сразу все затронуть не получится. Куча всего произошло. Блогеры понавыпускали песен. Артисты выпускают какие-то хоррор-клипы, пока я отошел ненадолго поесть икры. Люди на лице себе набивают Гарри Стайлзов в виде татух. Полина Гагарина участвует в китайском шоу «Сингер», благодаря которому стал известен Димаш Кудайбергенов. А Бузов вообще чуть не попал на Евровидение. Все это сразу так не затронешь, поэтому будем решать проблемы по мере поступления. И сейчас у нас на повестке дня Суперкубок. Вы знаете, что Суперкубок это финал национальной футбольной лиги в Америке, и посередине между таймами постоянно проходит какое-то грандиозное шоу какого-то музыканта, которого выбрали. И он готовит такой мини-концерт, пока идет реклама для обычных людей. Крутых шоу было немного, каждый из артистов входит в историю по сути, но в этом году что-то я как-то не знаю, даже если бы нет желания смотреть. Выступают Майрон Файв, Трэвис Скотт и Биг Бой. Было много шумихи по поводу одного расистского футбольного скандала, куча артистов отказались выступать, Карди Би отказалась даже подпевать Майрон Файв, потому что у них есть несомненный хит Girls Like You, прошлогодний. Но будет что будет, это не первый раз, когда несколько артистов берутся за номер. Главное, чтобы все получилось красиво и классно. Посмотрим. К моменту, когда выйдет ролик, финал Суперкубка уже, наверное, закончится. Посмотрите, напишите в комментариях. Я оставлю ссылку, кстати, в описании к видео, если будет уже доступно выступление. Можете посмотреть и напишите в комментариях. Ну и что, как вам? Ну, как вам понравилось? ГРЭМ МИ Главная музыкальная премия в мире Подводит итоги с 10 по 11 февраля в этом году. Мы будем вести прямую трансляцию в HD прямо с самой красной дорожки в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании. Подписывайтесь, потом создадим трансляцию и всех ждем. Я буду переводить там вам все, тупо шутить, развлекать вас на церемонии, которую нигде вы больше посмотреть не сможете. Также будут приветствоваться донатики всякие. Будете... Останетесь в истории ГРЭММИ, как говорится. В истории ГРЭММИ и в истории РАМ-музыки. Но вскрылись кое-какие подробности. Все результаты премии ГРЭММИ слили до церемонии. Кетчап! Слили. Твой мой, такой драматический момент был. Я хотел типа, о-о-о, типа, класс, нифига себе, шок. Слили до церемонии. Все 70 категорий. 70 категорий. 29 января официальный сайт ГРЭММИ в течение нескольких минут показывал всех победителей церемонии. Люди понаделали скринов, многие сохранили копию сайта. И прежде чем мы это все обсудим и подведем итоги, вообще посмотрим как и что, давайте я вам расскажу, кто победил, хотя бы в основных номинациях. Смотрите, запись года I Like It. Это Cardi B. Альбом года H.E.R. с альбомом H.E.R. Песня года Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Лучший артист, протеже, бульонцы и джей-зи, Хлои и Холли. Лучшее исполнение группой или дуэтом у нас Why do you just like me in the middle? Лучшее поп-исполнение это Back, Colors. Лучший вокальный поп-альбом Taylor Swift, Reputation. Лучший рок-альбом Fallout Boy, Mania. Лучший альтернативный альбом Arctic Mankey, забрали. Лучший рэп-альбом у нас Travis Scott, Astroworld. И еще куча-куча-кучное всего. Среди победителей есть Грета Ван Флит, Крис Стейплтон, Кендрик Ламар, Cardi B, Childish Gambino и многие-многие другие. Круто. Получается, трансляцию ВКонтакте можно и не смотреть. Как бы не так. Во-первых, там будет куча крутых выступлений. И я специально для вас всю ночь не буду спать и ждать вас. Совесть имейте, ну что это такое вообще? Мы классно проведем время. Церемонию потом все равно могут взять и заблочить ВКонтакте. И нигде вы ее не посмотрите. Так уже много раз было. К сожалению, это не под нашим контролем. Ну а во-вторых, Академия Звукозаписи кое-что уточнила. Она подтвердила, что слившиеся результаты нелегитимны. Что результаты Грэмми не распространяются до самой премии. Даже с членами Академии. Якобы имена победителей узнают из конвертов в день церемонии. И вот тут у меня небольшие сомнения. Вообще, по правилам так и должно быть. На Оскаре так же. Но я очень сильно сомневаюсь, что сайт Грэмми заполняется победителями по ходу премии в реальном времени. Возможно, я, конечно, тупой. И схема, это вся проработки и наполнение сайта победителями давно отработана. Но, я не знаю, но ведь, возможно, там не все так секретно. Нет такой суперсекретности. Может быть, технические работники Академии Звукозаписи все прекрасно знают. Просто подписали при устройстве на работу жесткие документы, что ни в коем случае им нельзя вообще ничего оглашать. И все. Теория заговора? Представьте, 70 категорий. Это вам не Оскар. Тут по щелчку все вот так вот не сделаешь. Не зря же Грэмми готовит результаты и считает их несколько месяцев. Разве не было бы удобнее заранее все подготовить, залить все на сайт, все оформить и когда церемония закончится, вот так вот просто нажать в кл? Ведь вы же все прекрасно знаете, когда церемония заканчивается, мы можем зайти на официальный сайт и там будут видны вообще все победители сразу. Да, они появляются по ходу трансляции и по мере объявления результатов, но это же нелогично. Это все равно, что думать, что альбом выпускается, когда артист в твиттере пишет, что у него есть новая музыка и пластинка выйдет через две недели. Работы ведь начинаются за месяцы. Там и фотосессии, и печать дисков, обложек, всякие другие промо-материалы. Мне с трудом верится, что сайт заполняется после церемонии. Я думаю, как было? Я думаю, что они уже все оформили, все заполнили, и кто-то просто не туда нажал, что-то глюкануло, и все всем стало видно. Причем я даже не знаю, какая еще может быть причина. Зачем? Взлом, чтобы навести шумиху? Возможно, директор Академии звукозаписи в этом году уходит в отставку. Ну, как бы увольняется после скандала с женщинами в прошлом году. И, возможно, это такой пиар-ход, чтобы привести огромное количество людей на просмотр церемонии, таким образом обеспечить хорошие рейтинги. Или наоборот, если это настоящий косяк, то его надо гнать прямо сейчас. Еще один интересный факт. Вы, если сейчас покопаетесь, нигде толком не найдете картинок и разных видосов со слившихся информацией, потому что Грэмми активно все затирает в интернете. Но зачем? Это ведь ложная информация. Это ведь не настоящие результаты. Ну и пусть бы ходили по сети. Народ бы больше шумел, и все было бы классно. Нет, удаляют. Непонятно, что здесь и как, но думаю, если слив был настоящий и случайный, то Грэмми вполне возможно пойдет на то, что заменит намеренно некоторых победителей только для того, чтобы доказать, что у них все секретно, конфиденциально, у них ничего не сливается, вплоть до конвертов, значит, никто ничего не знает. Так что, возможно, победителем могут стать совсем не те люди, которые набрали большинство голосов членов Академии. Если это, конечно, был настоящий слип. Как вы думаете, тут прям простор для обсуждений? А то вы, может, уже порадовались за своего кумира, а тут он, бац, и не получит награду. Тут еще и Ариана Гранде отказалась выступать на церемонии, будучи номинанткой и одной из ключевых фигур поп-жанра на данный момент, что очень глупо еще и для молодого артиста. Одно единственное разумное объяснение можно найти. Согласно сливу, она не получила ни одной награды. Выступить обычно просят победителей, в первую очередь, и намекают артисту, что как бы «Хэй-хэй, выступай!» И они такие «Ура, возможно, я что-нибудь выиграл». Ну, работники Грэмми говорят, что слив был не настоящий, так что тут никаких претензий нет. Команда Гранде прокомментировала это так, что певица просто, ну, не хотела исполнять то, что попросила Академия Звукозаписи. Ну, то есть, не сошлись характерами просто. И такая «Спойте это!» Нет, я не буду, вообще не буду выступать. Взяла и ушла. Ой, как все просто в этом шоу-бизнесе. Высказывайтесь, я скучал по комментам. Мне очень стало грустно, потому что все комменты пропали. Ну, потому что видосов не было. Я смотрел только лесные комплименты со стороны поклонников Димаша Кудайбергенова весь этот месяц. И теперь ваша очередь. Вижу, кстати, комменты у меня есть еще в Инстаграме. Спасибо всем, кто подписался. Ссылочка у меня всю жизнь где-то здесь красуется внизу на мой Инстаграм. Я там в основном. Были у нас и стримы после Нового года. Были и вот недавно стримы. Так что многие меня и не теряли. Но если вы потеряли, можете зайти туда, подписаться. Там вы всегда узнаете, где я, что я и как я. Послушайте шедевральные каверы на моей страничке и шутки про 100 people in the room. Не забывайте, что стрим Грэмми вместе с красной дорожкой у нас будет в ВКонтакте. Все нужные вам ссылки находятся в описании. Скоро увидимся. Пока-пока.